Широкомасштабная апробация технологии проведения итогового устного собеседования по русскому языку в девятых классах состоялась еще осенью в 61-м субъекте Российской Федерации. Теперь настал черед Ямал-Ненецкого автономного округа. Сегодня лабытнанские школьники попробовали пройти новое испытание. Первопроходцами стали ученики восьмой школы. С ними пообщалась моя коллега Альмира Новоселова. Итоговое собеседование для учащихся девятых классов проводится в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы и направлено на проверку навыков устной речи. Оценивается по системе зачет или незачет. На выполнение всех заданий школьнику дается 15 минут. Четыре варианта заданий. Первое задание – это чтение вслух небольшого текста. Это текст о выдающихся людях нашей страны. Второе задание – это пересказ этого текста. Третье задание – это монолог. Ребенку предлагаются три темы монолога, а в дальнейшем для беседы, для четвертого задания, которые он может выбрать. То есть это задание своего рода альтернативное. То есть он выбирает тему для беседы и общается затем с собеседником. 45 лабытнанских девятиклассников восьмой школы первыми опробовали новые испытания. В аудиторию заходит по одному. Здесь уже находится технический работник и два педагога. Один собеседник, который общается с ребенком, второй – эксперт. Он оценивает качество устной речи по определенным критериям. Разговор записывается. Но, как оказалось, ребят прохождение нового испытания ничуть не смущает. Для меня это было несложно, даже интересно. Будь у меня побольше времени, я бы еще поговорила. Я часто выступаю на сценах. И, в принципе, разговаривать с людьми для меня несложно. Я считаю, что такой экзамен действительно нужен, потому что каждый уважающий себя человек и гражданин должен формулировать свои мысли правильно и грамотно. Очень интересный экзамен. Мне понравилось. Разговаривать с учителем – это намного легче, чем сдавать, просто писать текст. Для меня это было не так сильно тяжело. Было очень интересно посмотреть, как это я целую ночь боялась. Думала, что я вообще не сдам, ничего не прочитаю, но оказалось, наоборот, очень добрые учителя и приятно общаться с ними. Мне больше всего тяжело было пересказать текст, потому что ты, когда читаешь его, смотришь на него, у тебя его забирают, и у тебя все из головы летает, и ты ничего не помнишь. Вот у меня только сейчас это было, и я сидела и не понимала, что рассказывать, как рассказывать. Но потом собралась и рассказала все хорошо, и пересказала, и рассказала свои мысли о тексте, и в целом все прошло хорошо. 13 и 16 апреля уже все российские девятиклассники будут проходить итоговое собеседование. Со следующего, 2019 года, результаты, зачет или не зачет, станут решающими при допуске ученика к государственной итоговой аттестации.